здорово паттероманы и здорово паттероманки продолжаю отвечать на ваши вопросы во вселенной гарри поттера давайте без предисловий сразу начнем вопрос такой а как при колдовстве без палочки используются заклинания которые при использовании палочкой вылетают из палочки если можно так сказать блин минут изогнул ведь используя тоже о а вードах и давра заклинание выходит из палочки откуда тогда новых вот если колдовать без палочки блин ну если складывать из посоха то она выходит из посоха если колдовать из пальца она выходит наверное из пальца ну наверное это так работает скорее всего в данном случае после щелчка нужно направить руку как палочку в нужную сторону у меня один вопрос если превратить крысу в бокал а потом разбить его то можно быть починить бокал и таким образом воскресить крысу, можно ли будет превратить каждый осколок в новую крысу и будет ли каждая крыса меньше первоначальной? Надеюсь, ты ответишь на мой вопрос, заранее спасибо. Ну, скорее всего, да, можно починить бокал и крыса не пострадает. Каждый осколок можно превратить в крысу, хотя это очень продвинутая трансфигурация. При этом изначальная крыса перестанет существовать как таковая, скорее всего, а крысы из осколков будут суррогатными. Промаховик. Я вот только одного понять не могу. Если время в Патриане закольцовано, то как та путешественница на 400 лет смогла не позволить родиться множеству людей, ведь золотой трио не изменило ничего в прошлом, лишь совершил должное. И почему тогда имеет значение время путешествия, ведь изменить в прошлом и поломать время, если оно закольцовано, нельзя? Заранее спасибо. На самом деле очень легко, надо просто думать за рамками. Кольцо можно согнуть, можно сломать, можно разогнуть в спираль. Нечто подобное случилось в темных душах. Ломать не строить. Давно мучает один вопрос. Как думаешь, нам показали все комнаты отдела тайн в Ордене Феникса? Их там, по-моему, шесть. И я думаю, это мало для целого дела. И еще вопрос. Видимо, у тебя тоже мучает. Как думаешь, Дамблдор с самого начала знал, что Гарри это крестраж? Уже в философском камне он чувствовал в Гарри темную магию. Это вопрос такой. Или, может, вообще Альбус все понял, когда увидел его младенца? Безусловно, нам показали не все комнаты. Нам и в книге-то их показали, далеко не все. Там было столько дверей, что со счета собьешься. В ролике про отдел тайн я постарался описать все известные комнаты, только вот информации о них очень мало. То, что было в фильме, это вообще стыд и позор. При такой возможности показать уйму удивительных вещей, они ограничились комнатами с саркой и пророчествами. По поводу Альбуса, да, я уверен, он с самого начала правильно сопоставил факты и знал, что Гарри это крестраж. Ну, по крайней мере, догадывался. А как вы сами знаете, догадки Альбуса Дамблдора практически всегда верны. Уже тогда он активно занимался сбором воспоминаний о Томе. И, вспомните, он ни на секунду не усомнился, что Волдеморт вернется. Не думаю, что так уж много в мире способов стать бессмертным. Он знал про защиту Лили, знал про узколобость Тома, знал про крестражей и, думаю, просто сопоставил одно с другим. Возникает вопрос, почему же тогда он еще не убил мальчика, верно? Потому что это Дамблдор. Он стремится защищать любую жизнь, если это представляется возможным. А убийство невинного младенца это чересчур, какими бы благими намерениями это не прикрывалось. Об этом я еще буду говорить подробнее, но не в этом году уж точно. Когда дети поступают в Хогвартс, они тут же должны уметь читать, писать, поддиктовку конспектировать, уметь работать с весами на зелье варенье и много других вещей, не связанных с магией. А на третьем курсе у них появляется астрономия и нужно уметь чертить карты. Волшебники магловского происхождения до того, как пойти в Хогвартс, ходят в обычную школу. Там и ходят писать, читать, элементарным знанием, касающимся математики, геометрией, изменением массы или объема. Это, казалось бы, само собой разумеющееся, но тем не менее нуждающееся в том, чтобы ребенку это объяснить и научить. Да, все верно. И вот, маглорожденные волшебники приходят в Хогвартс умением всего этого и пониманием этого. Дети волшебников же до 11 лет сидят дома и кто их этому учит? Или есть какие-то учреждения для волшебных дошкольников? Родители должны работать и плюс к этому они не педагоги. Волшебников дошколят, учат родители на дому. Как? Вопрос выбора. Нанимают репетиторов, отправляют в частные школы, сами с ними занимаются. Тут еще играет роль традиции. Они, конечно, не педагоги, родители-то, но базовым вещам научить вполне способны, тем более выпускаются же разные вспомогательные пособия для родителей. Тут все как и у нас. Ну, то есть, почти все. Вопрос. Оборотное зелье действует только на людей или на всех существ? То есть, может ли Живоглот превратиться в Мисс Норрис или, скажем, в Добби, в Кикимера? Оборотное зелье действует только на людей. Конкретно это, во всяком случае. В теории могут быть иные смеси, но только в теории. На практике в этом нет нужды вообще никакой. Кому придет в голову превращать кошку в эльфа? То бишь, неразумное в разумное. Ну, разве что вам. Что будет, если запустить Авады Кедавры в себя, своей же палочкой? Палочка выпустит это заклятие в меня или нет? А вот Волдеморт сделал Нагайну Крестражем, а эта змея Крестраж умрет от старости. Возможно ли сделать палочку Крестражем? Волдеморт, помню, так и закончил, что запустил в себя же Авады Кедавры. Чем это закончилось, полагаю, помните сами. Вопрос отношений с палочкой индивидуальный, смотря насколько волшебник находится с ней в синергии, видимо. Это уже опять вопрос к сущности палочек, на которые точного ответа нет, но вот зато есть пример Гарри и Тома перед глазами. Что до Нагайны, то я думаю, это была вынужденная мера. Скорее всего, при помощи темной магии Волдеморт продлил бы ей жизнь, но вообще это, конечно, издевательство над животинкой. Делать Крестражем живого — это глупо, что тут сказать. Напомню, всю эту новоявленную требуху про то, что Нагайна — это бывший человек, я не принимаю за канон. Это постканон, дебильный пропащий. Хотите, сами в нем копайтесь. Получается, что восстановить частично память можно. Например, Локонс в больнице Святого Монго раздает свои автографы и понимает, что он знаменитость. Или я чего-то не понял. Тут все зависит от случая и удачи. Ну и продвинутости медицины, конечно. Память восстановить можно, был же уже вопрос про Гермиону и ее родителей. Однако тут немного другой случай. Тут оно было наложено с ошибкой и случайно, плюс без желания быть снятым. В случае с родителями Невилла там уже третий случай. Ну то есть, наверняка сказать нельзя. Я не могу понять логику Рона в четвертой книге. Как он мог подумать, что Гарри бросил имя в кубок? Рон знал, что Гарри не любит свою славу в мире магов. И потому Поттер не бросал бы свое имя в кубок. Ему надоели уже на четвертом курсе эти битвы, испытания. Солдемортов, телеквирала, Василиска и прочее. Да, чтобы понять мысли Рона, надо понять самого Рона. Он не телепат, он исходит из своих переживаний, а не из переживаний Гарри. Он всю жизнь на вторых ролях, с рождения. Всегда его готовили по принципу обязанности превзойти братьев, а братья-то успешные. Это порождает жуткие комплексы. Потом тружба с Гарри, и тот всегда в центре внимания и снова на вторых ролях. Для подростка это тяжело. Кстати, недаром же Кристраж Волдеморт, говоря с Роном, говорил всегда на вторых ролях. Это и для многих взрослых-то тяжело, при том, что Рон вполне чисто любив, и он уже смирился со всем этим, то есть принял это, но случай с кубком просто довел его до точки кипения, когда здравый смысл уступил отчаянию. Винить его в этом нельзя, откровенно говоря, ведь как бы возможно неправильно для вас это не звучало, но это именно тот случай, когда оба виноваты случившимся. Гарри хоть раз говорила подобным с Роном? Я вот не помню такого. Он считал, что тот и так все понял. Вот до чего довела его самоуверенность, вкупе, конечно, с честолюбием Рона. А если вот у человека нет никаких желаний, он увидит в зеркале просто свое отражение? Да, это еще Дамблдор сказал в первой же книге. Однако, по-моему, желаний не только у мертвеца, а тот уже ничего ни в каком зеркале не увидит. Это больше не вопрос, а рассуждение. Зачем в квиддичи принят за один гол 10 очков? Почему не играть проще? Один гол, одно очко. Как считаешь, зачем пририсовали этот нолик? Ой, а хрен его знает. Я не поклонник спорта, тем более зарубежного, но у Роулинг придумывала квиддичи не с нуля. Это надо смотреть, откуда шло заимствование. Например, возможность американского футбола, какого-нибудь там, не знаю, регби, например. И вот уже там копать. Вообще, наверняка это еще и для размаха. Согласитесь, 150-30 звучит мощнее, чем 15-3. Возможно ли создать карту всего города, как карта мародеров? Да, а почему бы нет-то? Тем более, если это будут делать не талантливые подростки, а профессиональные маги. Почему не сделали так, да? Хотите узнать, наверное, да? Возможно, не было запроса, то бишь, нафига. Вы представляете, сколько в городе людей ходит? Видимо, другие методы наблюдения более эффективны в этих условиях. А возможно, им не хватало фантазии. То есть, иногда человек может что-то сделать, притом легко, но ему не хватает фантазии додуматься до такого, казалось бы, ну, простого действия. До такой мелочи. Кто знает, Дамблдор отлично знал про карту, тем не менее, он не сделал несколько таких же для других мест. Видимо, не видел в этом необходимости. Не могли бы вы сообщить информацию по зачарованию в мире Гарри Поттера? И какие предположения у вас могут быть по поводу убийств магов во времена Инквизиции про чуму, если что-то в Паттериане об этом? Зачарования? Эти секреты хранят сами зачарователи. Лучшие зачарователи, судя по всему, это гоблины. Они своими знаниями не делятся. Какие еще зачарованные артефакты мы знаем? Артефакт основателей? Ноль информации. Если брать вещи попроще, типа мантий невидимок или, например, поделок близнецов визли, то там заклинания накладываются в процессе сборки изделия. Какие? Это зависит от того, что должно получиться в итоге. Конкретных примеров у нас нет. Насчет убийства магов они, безусловно, были. Однако тут все как и в реальной жизни. Маги не пострадали, а вот кучу людей на костер за красивые глаза отправили. В прямом смысле за красивые глаза. В какой-то из книг, кажется, в первой, или во второй, или вообще в начале третьей, Гарри вспоминает отрывок из учебника, где говорилось о том, как магловский костер не вредит волшебникам. Наоборот, приятно щекочет. Видимо, те знают простое заклинание защиты. Одна из колдуньи даже меняла внешность, чтобы испытать приятное покалывание вегетерского огня снова и снова. Фестралов видят только те, кто видел и осознал смерть разумного существа, человека, гоблина и так далее. Вот вопрос. В Ордене Феникса после введения Гарри в опасности Сириуса, Золотой Трио плюс Палумна, Джинни и Невил отправились из Хогвартса в министерство на фестралах. Но если я не ошибаюсь, животных видели только Гарри и Палумна, как все остальные смогли успешно лететь на них. Допускаю, что сесть на фестралов им помогли Гарри и Палумна. Они невидимы, но при желании их можно найти на ощупь. Но для остальных это выглядит так, как будто они парят в воздухе. В книге это подробно описано. Они именно что летели сами, не видя на чем, поэтому радости на лицах не было. И да, сесть им помогали Невил по Ломной Гарри. Невил тоже видит фестралов. Как человек умрет, если нарушит непреложный обет? Он просто упадет замертво? Возможно ли взять воспоминания животных? Возможно ли сделать крестражем, к примеру, свой глаз? И никто не поймет, что это крестраж. Я не понимаю, как Поттер в Кубке Огня отправился обратно в Хогвартс через портал. Это же невозможно. Порталы одноразовые. Если это сделал Кравыч-младший специально, то для чего? Если положить в оборотное зелье пять волос разных людей, что будет, если выпить это зелье? Ничего не произойдет? А если волшебников паспорта? Почему Волдеморд не взял к себе в армию домовиков? У них крутая магия, и он мог починить их себе. Почему Дамблдор стал допрашивать Поттера в Кубке Огня насчет битвы с Волдемортом? Он мог взять у него воспоминания и сам посмотреть, как это было. Насчет воспоминаний. Мне интересно, почему в воспоминаниях мы видим не только то, что видит сам человек, у которого мы взяли воспоминания, но и остальные детали, которые человек просто видеть не мог. Вот что делал бы Кравыч-младший, если бы третье задание в Кубке Огня не было лабиринтом, а что-то другое. Ну, может быть, опять сражение с магическим существом. Интересно, что бы придумал Кравыч-младший в этом случае? Где принимает душ ученики Хогвартса? Только старосты понятно где. Гарри туда приходил в Кубке Огня. Что произойдет, если Дементр встретит животного? Он может высосать его душу. Ребят, у меня большая к вам просьба, не закидывайте меня оравой мелких вопросов. Я понимаю, вам хочется узнать ответы, тем более, что я сам предлагаю, да? Но бывали случаи, в том числе вот этот вот, что от одного и того же человека шло чуть ли не пара десятков вопросов. Постарайтесь выбирать для себя самое интересное. Итак, по порядку. Как умрет, просто умрет и все. Возможно ли извлечь воспоминания животных? Нет, на данный момент это никому не удалось из-за разницы в структуре памяти у животных и людей. Часть тела нельзя сделать крестражем, глаз это часть человека. Вот глаз грюма можно было бы, но это еще больше дебилизм, чем делать крестражем змею. Порталы одноразовы только в тех случаях, когда их делают таковыми, хотя тут я не совсем уверен. Либо он заколдован так изначально, чтобы Гарри вернулся, либо на кладбище был кто-то, кто следил за всем происходящим и заколдовал его. Большая игра предполагает, что это был Снэйп. Я категорически не согласен со вторым вариантом. Но, как бы то ни было, это работа Дамблдора, пусть и не лично, ведь по плану Волдеморта Гарри не должен был вернуться. Хотя, возможно, как раз таки и должен был, но в виде трупа, так что рассмотрите и такой вариант. То бишь, что его заколдовал Севдогрюм. Солянка из волос приведет к ошибке в работе зелья и прямой дороге к Святому Мунгу. Паспорта есть у всех, волшебники не исключение. Насчет волшебных паспортов пока ничего не известно, но где-нибудь они в любом случае есть. Волдеморт не рассматривал домовиков, как способных хоть на что-то, кроме уборки, готовки и прочей низшей деятельности. Потрошить ребенка на воспоминания в таком состоянии – это низость. Почему видим то, что человек не может видеть в воспоминаниях? Потому что магия. Я не буду апеллировать к возможностям человеческого мозга. Мы, напомню, говорим о волшебстве. Крауч-младший прекрасно знал все задания заранее, еще до начала турнира. Никто бы не стал менять их на ходу, тем более не сообщив персоналу, ответственному за организацию. Создать такой турнир – это тяжелая работа для целой толпы народа. Душ ученики Хогвартса принимают в душевой. Если Дементор встретит животного, Дементор пойдет дальше, как и животное. Им нет дела друг до друга. У животных нет души. Ребят, вот увидите, какие сумбурные ответы. Потому что такой вопрос. Больше я на подобного рода посты отвечать не буду, иначе получится балаган. Лучше уж выберите самый интересный для вас вопрос и сформулируйте его так, чтобы было интересно на него ответить и интересно послушать мой ответ. Надеюсь, мы поняли друг друга. Идем дальше. Можно ли в мире Патериана иметь двойное образование? Скажем, я британец, поступил в Хогвартс, но к концу седьмого курса я захотел научиться колдовать посхом и лететь или летать на деревьях. Смогу ли я после Хогвартса поступить в Дурмстранг или Колдовстворец, или придется учиться самому индивидуально с учителем? Я думаю, можно, но второе образование придется получать уже иным путем, возможно, индивидуальным занятием, ведь в том же Хогварте учатся исключительно подростки. Хотя в некоторых школах вполне возможны и другие правила. В книге говорится, что Сириус в 17 переехал в дом его дяди. Вопрос, где дом сейчас? Если он перешел к Гарри, то почему они не спрятались там во время того, как искали крестража? И вообще, что происходит с имуществом тех, кто попал в Аскабан навсегда? Имущество сразу отдается родным или только после смерти? Ну, я думаю, что имущество остается за тем, кто сидит, если только посадка не с конфискацией. Однако не конфисковали же дом Сириуса, хотя что Белатриса, что Сириус оба в глазах общественности и жестокие убийцы. Что до дома дяди? Трудно сказать. Возможно, его продали. Возможно, дядя передал его по владению, например, кого-то другого. А возможно, Роулинг об этом просто не подумала. Одно другому, кстати, не мешает. Мне стало интересно, почему к Сириусу не применили сыворотку правды и еще чем отличается бузинная палочка от обычных. Потому же, почему ее не применили к морфену и похлебе. Там, конечно, случай немножко другой, но нам важен не результат, а мотив. Всем было пофиг. Бюрократия. Нужна не правда, а отчетность. Человек признался в убийстве. Свидетель есть. Кому теперь какое дело, что произошло недоразумение? Увы, это встречается довольно часто по всей планете. Чем отличаются палочки? Могуществом, материалом. Какое отношение у волшебников с религией? Как создаются заклинания во вселенной? Это что-то типа сгустка энергии, которая передается через эмоциональный спектр колдущего? А палочки и само заклинание лишь помогают быстрее собрать нужный компенсат энергии? И, например, может ли быть такое, чтобы в славянской школе колдовстворец тоже заклинание патронов звучало по-другому, более удобно для славян? Не экспекта патронов, а, например, арда метра. Отношения к религии у всех индивидуальные, но я не видел ни одного верующего мага, откровенно говоря. Тем более, что вера в бога исключает колдовство. Хотя Рождество они празднуют, тем не менее. Трудно сказать. А про заклинание я уже говорил в прошлом выпуске. Или в позапрошлом, не помню, извините. Когда Добби сколдовал в доме Дурсли, письмо в министерство на имя Гарри пришло незамедлительно. Сколдовав патронус в пятом фильме уже на улице, письмо снова пришло на имя Гарри. Из этого можно было сделать вывод, что надзор закреплен именно за Гарри, а не за конкретным местом. Итак, письма не было в битве в самом министерстве в пятом фильме, так как было понятно, что это самооборона. Вопрос. Почему не было письма после заклинаний на пауков в темном лесу во втором фильме? Если это все еще область школы, то почему надзор просто не смотрит, что Гарри ночью делает в лесу? И насколько вообще распространяется область школы в сторону леса? Заклинанием акцио нельзя притянуть мантию-невидимку Гарри, а от надзора она не скрывает? Она в смысле мантия. Что ж, про надзор я уже говорил. В пятой книге за Гарри пристально следили, и этот случай не доказывает ничего вообще. Хогвартс находится вне юрисдикции министерства, никто за ним не следит. За Гарри персональное наблюдение ведется, но исключительно командой Дамблдора, во всяком случае в самой школе, и оно не предусматривает открытого вмешательства, разве что в особо тяжких случаях. Сдается мне, ни Ронан, ни Фордик не оказались бы в нужном месте в нужное время случайно. От надзора даже мантия Гарри не скрывает, притянуть ее нельзя, но я думаю, что хозяин мантии все же может ее притянуть, хотя подтверждения этому у меня нет. А вот те, кто не владеют ей, точно не могут. Это свойство только мантии Гарри. Ну и на этом делаем паузу. Вопросы не закончились, их еще довольно много, но вот что я вам хочу сказать. Многие вопросы с этой рубрики основаны на незнании книги. То есть это не какие-то потаенные моменты, а то, что лежит на поверхности. Просто кто-то не читал книг. И это как-то странно, любить Патериану, но при этом не читать книг. Давайте-ка исправляйтесь, ребят. Это очень интересные романы. Ну и да, я говорил полтора года назад, что десятый выпуск будет последним. Не то, чтобы я соврал, я тогда действительно так считал, но прошло много времени, я передумал. Так что до встречи в следующем выпуске. Пока.